Аллахумма салли аля сейдина Мухаммадин ва аля али сейдина Мухаммадин. Прибытие послов Курайшитов. Первыми к пророку, алейиссаляту вассалям, явились представители племени Банухуза во главе с Будайлем ибн Варакой, чтобы сообщить мусульманам о мнении Курайшитов. В беседе с посланником Аллаха салли аля и вассалям, хузаиты узнали о мирных намерениях мусульман и вернулись назад. Прибыв к Курайшитам, Будайль объяснил, что мусульмане прибыли не воевать, а совершать умру. Но мекканские язычники не унимались. Они отправили к пророку, алейиссаляту вассалям, Хулайса ибн Алькаму из рода Ахабиш. Завидев его, пророк салли аля и вассалям сказал, «Этот человек из тех, кто с почтением относится к жертвенным животным. Выпустите верблюдов так, чтобы он увидел их». Асхабы выполнили повеление пророка, алейиссаляту вассалям, и начали громко произносить «Лаббайк». Увидев все это, Хулайс воскликнул, «Преславен Аллах! Не следует мешать этим людям посетить Каабу». Поговорив с пророком салли аля и вассалям, он вернулся к Курайшитам и сказал им, «Я видел жертвенных верблюдов, которых пригнали мусульмане. Думаю, что не следует мешать им посетить Каабу». Однако гордые Курайшиты не захотели больше слушать его. После этого на переговоры к пророку салли аля и вассалям Курайшиты послали Урву ибн Масуда. Пророк салли аля и вассалям объяснил ему, что мусульмане пришли совершить Умру и готовы заключить мирный договор с Курайшитами. А если они не согласятся, то мусульмане будут сражаться с ними до последнего вздоха. Урва обратился к пророку аля и вассалям. «О Мухаммад салли аля и вассалям, если ты уничтожишь всех своих сородичей, это будет поступком, который до тебя ни один араб не совершал». «А если ты проиграешь сражение, то останешься один. Ибо все, кто собрался вокруг тебя, оставят тебя и разбегутся». При беседе Урва несколько раз рукою дотронулся до бороды посланника Аллаха аля и вассалям. Находившийся рядом Мухира ибн Шу'ба ударил его по руке плетью, предупредил, «Если ты еще раз дотронешься до бороды посланника Аллаха аля и вассалям, я отрублю тебе руки». Следует отметить, что Мухира был племянником Урвы и еще несколько месяцев назад жил с ним. Дядя заботился о Мухире как мог. Увидев, как изменился племянник, Урва очень удивился. Но не мог он не заметить и того, как искренне и почтительно относятся к пророку аля и вассалям, его сподвижники. Вернувшись к Курайшитам, Урва сказал им, «О, Курайшиты, мне приходилось встречаться со многими царями. Я видел их острова Шаха Персии и императора Византии, и Негуса Эфиопии. Но, клянусь, я не видел ни одного владыки, которого почитали бы так, как мусульмане почитают Мухаммада салляллаху аля и вассалям. Если его слюна попадает на ладонь кого-либо из них, они спешат растереть ее по своему лицу. Когда он повелевает им что-нибудь, они спешат выполнить это, чего бы это им не стоило. Они готовы сражаться друг с другом из-за воды, которую он использовал для омовения. Когда он начинает говорить, они замолкают и не смотрят на него пристально из-за почтения к нему. По-моему, он сделал вам разумное предложение, так примите же его. Молодые курайшиты, рвавшиеся в бой, увидели, что их предводители склоняются к принятию мирного решения. И тогда они ночью самовольно напали на лагерь мусульман со стороны Тан'има. Однако Мухаммад ибн Маслама, командовавший отрядом охраны пророка аля и вассалям, был настороже и захватил нападавших в плен. Но пророк, салляллаху аля и вассалям, повелел отпустить их. Этот случай приумножил сомнения и страх в сердцах предводителей курайшитов. Поэтому они согласились заключить мирный договор с мусульманами. Проходя мимо сидящих сподвижников, посланник Аллаха, салляллаху аля и вассалям, спросил, «Не сообщите ли вам, кто лучший из вас и кто худший?» Сподвижники замолчали. Пророк, салляллаху аля и вассалям, трижды задал им этот вопрос. Тогда один из сподвижников произнес, «О посланник Аллаха, салляллаху аля и вассалям, расскажи». Избранник Всевышнего, аля и вассалям, сказал, «Лучший из вас тот, от кого люди ожидают добро и не ждут зла. Худший из вас тот, от кого не ждут добра, но ожидают зла». Продолжение следует...